Определённая влажность должна быть, по идее, и температура, потому что она хрупкая, и если это будет очень тепло и жарко, она будет ломаться при работе с ней. Сначала разгоняем мотор, чтобы обороты набрали определённые, отпускаем сцепление и включаем свет. Окна закрыты непроницаемыми шторами. Тишину в комнате нарушает только жужжание кинопроектора. Эту уже изрядно постаревшую плёнку хранитель раритета, известный в Рязани фотограф Сергей Новиков, обычно достаёт раз в год, 12 апреля. На ней знаковое для нашего города событие – приезд в Рязань Юрия Гагарина. В 65-м фотограф-любитель Николай Устюжанин снял «Космонавта по счастливой случайности», и теперь эта плёнка – живая история. Как все кинолюбители, фотолюбители, куда идут первым делом? Кремы снимают, когда покупают фотоаппарат или кинокамеру, или видеокамеру. Это первая мысль. Надо попробовать, а где? Кремы. И буквально случайно, говорит, я издалека вижу, какая-то толпа идёт непривычная, потому что обычно там в Кремле у нас тишина и покой был, потому что там не было храмов, всё было закрыто, и людей там особо сильно не было. И по выходным там люди ещё гуляли, прогуливались. Он подошёл поближе, узнал, видел, что это Гагарин. И всё, что у него было в запасе, сколько там, ну 30 метров, наверное, максимум, что у него было, всё он отснял. Улыбчивый Юрий Гагарин с дочерью в окружении толпы идёт под территорией Рязанского Кремля. Кто-то думает, что сказать такому знаменитому человеку, кто-то просто смотрит, не веря своим глазам. Впрочем, понять, о чём говорят люди с легендарным космонавтом, невозможно. Из звуков только стрёк от кинокамеры. Звуковые камеры были у американцев. Они могли писать на киноплёнку, там была магнитная дорожка. И у американцев вот и были такие камеры. У нас не было такого. Кстати, даже сегодня мало кто знает об этом рязанском вояже легендарного космонавта. Хотя здесь, на улице Ломоносова, жил его брат Валентин. Именно к этому дому рязанцы каждый год несут цветы. Записи Гагарина около дома нет. Но это уже и не важно. Всё равно любительская съёмка Николая Устюжанина – настоящее киночудо. Приходил, кстати, сюда его сын. Он услышал, что плёнка… Я показывал эту плёнку людям, которые интересуются именем Гагарина. Мы с онлайн пообщались. Я говорю, если хочешь, найдёшь место, куда её отдать. Какой-то музей может кто-то заинтересует, какой-то архив заинтересуется. Пожалуйста, я плёнку отдам и пусть она хранится где-то в более профессиональном месте, чем у меня здесь. У меня здесь всё-таки условий хранения такого нет, как надо было бы, по идее. Ну, никто не заинтересовался. Сергей Новиков – в прошлом ученик Устюжанина. Ему мастер доверил хранение плёнки. И теперь она – важная часть архива. И, кстати, фотограф готов показывать её всем желающим. Только вот переживает, что после его ухода на пенсию плёнку могут выкинуть за ненадобностью. Впрочем, помимо кадров с Гагариным, у нашего хранителя истории есть и другие исторические хроники. Праздник труда в Советской Рязани, съёмки зорницы и даже приезд выдающегося учёного и конструктора Владимира Уткина. Вот так вот, Полина, вручную, натравится история. Сегодня Сергей Новиков продолжает работать в муниципальном культурном центре. Он – главный хранитель памяти. Впрочем, это его хобби. Профессиональную же деятельность – фотографию – можно оценить прямо сейчас. В МКЦ открылась его персональная выставка «Отцы и дети» как главный посыл связи поколений. Полина Власова, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Полина Власова, Михаил Лазуткин. Продолжение следует...